Сколько возмущений у моей девочки, когда ее бабуля пеленает. Я ее пеленать не умею, как и мама. Она ее так пеленает хорошо, что руки она не вытаскивает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Вот так она успокаивается у нас быстро, но чтобы запеленать ее бывает целая проблема. Она кричит. Ну все, кричит она. Все, братец Люльку занял? Так, все. Все. Все, принцесса засипает. Да, уснула. Клади ее сюда. Не уснула-то, она еще не уснула, она заснет сейчас. Привет-привет, мои хорошие. Я в районе Сума. Это у нас торговый дом. Центр. Не знаю даже, как их назвать. Магазин, точнее. Что я здесь делаю? Я по делам приезжала в банк. Свои любимые пойдем. Потом зашла в аптеку, купила зеточкам препараты нужные. Ну, препараты тоже громко сказано. Смекта и аквалор для носа. Купила себе сейчас корейский крем, наконец-то. Это будет первая моя вещь с корейской косметики. Попробуем первое уходовое средство. Я взяла дневной крем. Ах, какие морщинок. Что нам старушкам еще делать? И купила себе расческу, которая у меня давно-давно была. Давно была она у меня. Но она осталась у меня здесь дома и по наследству перешла маме. Сейчас я ее вспомнила. Она настолько хорошая, настолько мягкая. Она не выдергивает волос и взяла себе точно такую же. Я вам дома, конечно же, покажу. Сейчас в планах у меня, как обычно. Мой любимый детский мир. Я хочу там посмотреть книжки. Все-таки воучусь и посмотреть, пощупать. А потом в интернете заказать. Точно так же хочу посмотреть все подгузники. Потому что мы сейчас с сыном будем переходить с двоечки на троечку. И, как я говорила в предыдущем видео, такая, знаете, огромная существенная разница в цене у двойки и у тройки. Посмотрим. Я хочу сперва взять на пробу, если есть там штучные. Потому что отзывы не очень хорошие. У Хаги Завицовки троечки именно на сайте детского мира. Так что вот так. Вот такие у нас дела. 8 градусов тепла на улице. Мне холодновато. Я, видимо, мерзлячка. Уже где-то 2-3 дня, наверное, я практически никуда не выходила. Вот только сегодня первая вылазка у меня. И то вот темное время. Детки мои вчера всю ночь нормально не спали. До 6 утра оба не спали на этот раз. Обычно бывало или дочь не спит, или сын не спит. На этот раз не спали оба. И в 6 утра я легла. И в 6 утра легла. И получается такой, как выжатый овощ. Состояние не очень хорошее было сегодня. Но все равно жизнь продолжается. На этом не стоит. Надо двигаться и идти вперед. Все, закрываясь мне дорогу переходить. Наконец-то я доехала до индийского мира. Не поверите, полки с одеждой практически пустые. Не практически, но некоторые полочки пустые. Видимо, была распродажа Черная Пятница или что. Хотя Черная Пятница уже закончилась давно. Так, подгузники. Сейчас я вам переверну камеру. Пока покажу цены. Так, вот о чем я говорила. Смотрите, да, подгузники, которыми я пользуюсь. 1299 рублей. Это типа с акции троечка. Там сколько штук? 80 штук всего. Дадаговато, дадаговато. Так, с Либера. Ну, здесь поштучно нет. Надо будет где-нибудь в магазине взять поштучно попробовать. Я же говорю, отзывы не очень хорошие были. Именно тройки. Что я еще хотела? Пойду книжки смотреть. Пирожки тоже посмотрю. Так, лукошка нам не надо. Гербер. И еще какое-то было у нас хип. Неплохие отзывы были. Вот из этих можно посмотреть. Сейчас я сама почитаю, посмотрю, что это такое вообще, с чем это едят и т.д. Ну, все, вышла из детского мира. Сегодня, не поверите, ничего не купила. Я себя чуть ли не по ручкам била, чтобы ничего не приобрести. Книжки пощупала, но выбор очень маленький. И все в разброс. Не поймешь, где для самых маленьких, где для какого возраста. Очень трудно там что-то выбрать. Проще, по-моему, в интернете. Пирожки все тоже пощупала, почитала составы уже сама лично. Вы знаете, ни на одном пюре ничего лишнего нет. Нет, не скажу ни на одном. Очень редко на каком пюре написано, что в составе есть сахар, есть крахмал или рисовая мука. А так, в основном, все прям супер-пупер. Только чистое пюре и больше ничего. Я смотрела ценовую категорию от самых дешевых до самых дорогих. Пока прикорм давать не буду. Подожду месяцев до шести. Хотя есть пирожки, которые из четырех месяцев можно давать. Но я все-таки подожду. Так как деточки недоношены. И еще после вчерашнего видео, которое мне столько народа написало по поводу моей дочурки, что она смотрит в одну сторону постоянно. Вы знаете, я задумалась, хотя она поворачивает голову и вправо, и влево все-таки. Я задумалась. И да, именно к остеопату мы не ходили. Моих детей осматривает периодически педиатр, невролог, кто еще, ортопед. Но именно остеопат нас не осматривал, поэтому я задумалась и решила записать где-то к остеопату. Лишним не будет, чем я буду, когда вернусь в Турцию, там искать хорошего врача, а лучше здесь. Сегодня я все утро звонила, обзванивала, искала, читала отзывы и так далее. Нашла остеопата приезжего, который будет принимать здесь 11 декабря. Вот забыла фамилию. Когда будем идти, обязательно, обязательно фамилию напишу. Обязательно, конечно же, я скажу. Прием у этого остеопата стоит 4000 рублей на одного человека. Курс лечения 10 тысяч рублей, но курс лечения у него всего три приема, насколько я поняла. Потому что он будет принимать его три недели. В неделю один раз он принимает, получается, три приема 10 тысяч рублей. Я записалась, сразу взяла два курса лечения обоим деткам. На всякий случай лишним и будет. Но с таким условием, что если моим детям курс лечения не понадобится, то я просто оплачу за осмотр и все. По 4000 рублей. Вот так. Так что я, мамочка, знаете, такая. Я всего боюсь. Лучше, как говорится, 7 раз проверь, 1 раз отрежь. Тем более, когда детки недоношенные. Лучше перепроверю, чем недопроверю. Тем более, когда они сейчас манюсенькие совсем. Можно что-то подкорректировать. Но до сегодняшнего дня нам ничего, никаких диагнозов, как таковых, которые нужно корректировать, не ставили. Поэтому я спокойно на все это реагировала. Как-то не было у нас проблем, как таковых, со здоровьем. После того, как дочь я выписала с реанимации, ничего такого страшного у нас не было. Все мелочи. Даже препарат, который мы принимаем, ничего страшного в этих препаратах нет. Это витаминки D3, железо, элькар и пантагам с магнией B6. Вот все, что мы принимаем. Все, топаю домой. Пойду пешочком, хочу подышать воздухом. Потому что все время на транспорте, на транспорте. Нужно и пешком ходить. Хотя холодновато. В следующий раз, наверное, если будет такая же погода, я когда буду выходить, все-таки надену свою шубу. Надеюсь, она мне не совсем маленькая. Я ее покупала, когда я была совсем худенькой, стройненькой девушкой, неоткормленной турецкой женой. Нет, конечно же, я неоткормленная турецкая жена. Просто я после родов еще не пришла в форму. Вот так вот. Все, закрываюсь, мои хорошие. Пока дома, наверное, еще что-нибудь сниму. Как что-нибудь? Покажу расческу, которую купила. Обязательно и покажу кремик. Кремик, кремик. Очень хочется открыть, побыстрее понюхать. И вот я очень, знаете, как покупаю, как я выбираю больше уходовую косметику. Кремики. По запаху. Если мне запах нравится, значит, мне крем нравится. Сынуля. Сынуля бежит куда-то. Он у меня уже вовсю агукает, пытается разговаривать. Доча. Доча пока не разговаривает. Да. Но она уже реагирует, уже реакция у нее, когда с ней разговариваешь. Улыбается, внимательно слушает, ножками, ручками дергает. Да, мамина принцесса? Кстати, по поводу того, что она голову поворачивает только в одну сторону. Как видите, она и в ту сторону поворачивает, спокойно и в эту. Просто на том видео так совпало, что она смотрела именно в ту сторону. Да, я и снимала, в принципе, с левой стороны от нее. Поэтому, поэтому она смотрела туда. А теперь мама сидит на этой стороне. Она смотрит на эту. На моя девочка. На мамина принцесса. Она скажет, привет. У нее после лысочки волосики пока еще не растут. Очень слабо, очень медленно растут. Что у нее, что у него. Ай, сынуля, сейчас как ударит ее. А ее трогать лишний раз нельзя. Вот, давайте чуть-чуть сюда уберем у тебя. Это моя капризулька. Ее нельзя ли с ней вас беспокоить? Это моя королевишна. Ай, да, 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 застеснялась. А ты куда бежишь? Давай, рассказывай, куда бежишь? Там люстра, они люстру разглядывают. Сынуля, а куда ты там бежишь? Опять на свидание? Опять маму одну оставишь, да? Мама же скучать буду. Да, да, мамина, солнышко. Капризулька моя. Кстати, по поводу того, что я с ними разговариваю, коверкая слова. Ну, извините, моим деткам всего 4 месяца. Это мои настолько долгожданные дети. И поэтому я не могу с ними разговаривать серьезно. Не то, что серьезно, не коверкая слова, не сюсюкая. Это просто нереально. И что самое интересное, в нашей семье мы все выросли, с нами со всеми сюсюкали, коверкали слова, и ничего, проблем с речью ни у одного ребенка не было, в том числе и у меня. Поэтому мне кажется, если у каких-то детей проблемы с речью, то причина далеко не в том, что мама с ним сюсюкала. Но это мое личное мнение. Поэтому я со своими детятками сюсюкаю и буду продолжать сюсюкать. Ну, потому что по-другому я с ними не могу разговаривать. Может, когда они чуть позрослеют, станут чуть-чуть постарше, я смогу уже по-другому, не коверкая слова, с ними общаться. Пока не получается. Пока они мои солнышкие сокровися, мамины, мамины, мамины. Пока не могу. Я же мамина девочка. Да, мамина девочка. Да? Кстати, дочь моя любит, когда с ней разговаривают как бы на равных. А сынуля любит, когда с ним нежно, ласково сюсюкаешь разговаривают. Такие они у меня совершенно разные. С ней, когда сюсюкаешь, если она чем-то недовольна, и ты начинаешь с ней сюсюкать, она, наоборот, начинает плакать. Вот. А если он чем-то недоволен, и ты с ним на равных разговариваешь, он начинает плакать. С ним нужно сюсюкать. Вот такие вот они. Совершенно-совершенно разные мои конфетки. Мамина принцесса, а ну скажи, привет. Привет. Привет, скажи. А ну-ка. Ой, что так? Пухтись, пухтись, да? Пухтись? А ну, ты тоже скажи привет. Это мои будущие блогеры. Кстати, вот этот вот комбинезончик я покупала для сынули, но сынули он оказался мал. Я была с мужем, когда покупали. Муж мне говорил, что он будет мал, но я не поверила, купила и оказалось мал. Но вот хорошо, что дочи прям он как раз вот тютелька в тютельку. Буквально через недельку-другую он ей тоже будет мал. Все, пока до отъезда одежду я им не покупаю. Хватит. У дочи вообще очень много всего. То, что остается от сына, и она носит дома. И то, что ей покупаешь тоже, то, что подарили. Поэтому у нее очень много всего. Да. Вот она уже тоже потихоньку начинает разговаривать. А вот такие вещи она делает. Говори, мамина, говори. Что хотела сказать? М? Что хотела ты сказать своим зрителям? Моим зрителям? А? Твоим поклонницам? Да, мамина, да, солнышко мое. Да. Рассказывай, рассказывай, давай. Такие у тебя планы на вечер. На ночь точнее. Ты будешь спать ночью? Не будешь бабулю и маму мучить? М? Спать будешь ночью? Она подумает еще над этим. Да, мамина? Ты подумаешь, да? Спать или не спать? А у тебя какие планы на ночь? А, сынуля? Ой, он уже давно вот так бизит, бизит, бизит. И ему же надоело лежать. Сейчас я возьму его на ручки. Сейчас хотим попозже их искупать перед сном. Потому что вчера не получилось. То электричество отключали, включали. Сегодня надо будет искупать. Ай-тя-тя-тя. Все. Закрываюсь на этом. Всем хорошего дня и просмотра.